Приветствую вас. Давайте мы разберем ваш вопрос. Автор спрашивает, нужно ли делать операцию. Скажем так, пластическую. С одной стороны хочется, с другой терзают сомнения, мне 25. Не могу понять, является ли это желанием моим мужчинам или оно навязано стандартами общества. Ну, если я правильно вас понял, то речь идёт о красоте, если я правильно вас понял. Речь идёт о красоте и речь идёт о том, что вы хотите, ну, как-то вот, выглядеть красивее, чем вы сейчас. Я имею ввиду, вот, ну, физиологическое. То есть всё влезло. Вот. И вопрос, который, на мой взгляд, вам нужно себе задать, выключается в том, что вы планируете получить, что вы планируете получить от этой операции. Операция. Вот. Какие преференции? Вот. Какой результат будет у данного предприятия вашего? Вот. Как будут смотреть, ну, как изменится отношение людей к вам, если изменится? Вот. Попробуйте это увидеть. Попробуйте увидеть то, на какие, собственно, ценности вы обираетесь, рассматривая для себя возможность проведения этой операции. Вот. Просто спросите себя, какие ценности мы движим, да? Вот. А ценности могут быть разными, ведь это же может быть какая-то красота, ну, понятие красоты. Вот. Может быть, что-то ещё, что-то другое. Вот. А когда вы сможете ответить себе на этот вопрос, на вопрос о ценностях, я думаю, что дальше вам будет нужно, скажем так, как сопоставить те ценности, которые у вас есть, с теми ценностями, которые реализуются посредством вот операции, которые вы хотите сделать. Вот. Я думаю, я думаю, что это, как мне видится, да, вероятно, не должно быть очень сложно. То есть, на мой взгляд, мне должно быть очень сложно вам заметить, собственно, ради чего это всё. Вот. И будет, может быть, нелегко себе признаться в чём-то, будет нелегко себе признаться в чём-то, в каких-то желаниях, в каких-то вещах. Вот. А, вероятно, будет нелегко. Но, по крайней мере, вы сможете для себя довольно чётко это увидеть. Потому что советы, а я имею в виду советы других людей, могут быть разными. То есть, кто-то считает, что это совершенно не нужно бесполезно, а кто-то говорит, что это не бесполезно. У всех своё мнение, и это нормально. Чтобы сформировать своё, нужно определить, в первую очередь, для чего вам это. Ну, зачем? Вот. А второе, второе, это посмотреть на то, какими ценностями вы руководствуете. Я думаю, вы сможете принять решение. Потому что, ну, как вы понимаете, да, это же касается только вас. Это ваше тело и ваша жизнь. У того, что вы хотите, есть как минусы, так и плюсы. Поэтому я не хочу давать вам какие-то советы, а хочу, чтобы вы постарались разобраться самостоятельно. С тем, что для вас важно, и с тем, что для вас все ценно. Вот. Вот. Если не получится это сделать самостоятельно. Да? Вот. Тогда уже можно будет обратиться к психологу. И он вам поможет найти ответ на ваш вопрос. Вот. Потому что то, что это важно, сомневаться не приходится. Ну, потому что это ваше тело, это довольно серьезные изменения. В очищении себя, да, в мире очищения. Вот. И так далее. Поэтому я не сомневаюсь, что это важный вопрос. И решение, ну вот, мне кажется, должно быть таким, выверенным. И чтоб вы были, по возможности, уверены в том, что делать. Вот. Ну, хочется сказать, что любые сомнения, как правило, интерпретируются в сторону того, чтобы не делать ничего. Вот. Вот. Поэтому, если вы сомневаетесь, то, вероятно, просто не уверены в том, что вы хотите. Как бы заставляя себя, а вот любое заставление себя, ну, к всему хорошему не приведет. Потому что вы ведь можете легко не обручить того, что хотите и про нас порассчитывать. Вот. Поэтому имейте, имейте, пожалуйста, это в виду. Это очень важно. Вот. Как-то так. Как-то так. Я бы вам ответил. Сейчас. На ваш текст. Вот. Прекрасно понимаю, что, возможно, вам этого недостаточно. Вот. Прекрасно понимаю, что, возможно, вы хотели бы больше. Вот. Вот. Хотели бы какую-то еще обратную связь. Но здесь мы ограничены в компетенции. Вот. На этом все. Пожалуй. Я надеюсь, что вам это было интересно. Надеюсь, что вам это было полезным. А я буду вам благодарен за обратную связь. По моему ответу, это позволит вам начать над собой работу, позволит вам сформулировать для себя базовые постулаты для психотерапии, вот, ну, сформулировать основные направления работы, если вы считаете это важным и нужным. Всего самого доброго. Удачи!